О чем мы сегодня будем говорить, когда мы говорим про электросилу? Во-первых, мне бы, конечно, хотелось сказать, что если бы не электросила, то счастья у меня было бы гораздо меньше. Почему я сюда прихожу? Во-первых, потому что мне нравится все, что связано с электричеством, потому что рано или поздно все это дело ломается, но когда я обращаюсь к вопросам цены, я понимаю, что я бы сюда приходил очень-очень часто и постоянно, что всегда есть такая небольшая часть денежных событий, допустим, в пределах 1000-1500 рублей. И на 1000-1500 рублей я могу себе купить то, я себе могу купить то, чем я буду пользоваться не один, не два, а может быть несколько десятков лет. Хорошая тема, интересная тема. Но мы зашли сюда еще и с другим вопросом. То есть мы прекрасно понимаем, что наша ситуация сложная. Так когда мы говорим про электричество, про электросилу, люди боятся или нет? Нравится им работать с этой конторой или нет? Вам вообще сложности, когда вы сюда приходите, или радости, когда вы работаете с электросилой? Ну, я второй раз всего прихожу за много лет. Но тем не менее? Да. Очень хороший магазин, да. Вопрос такой, когда вы работаете с электросилой, это сложно для вас или радостно? Радостно. Все хорошо, все нравится здесь. К высокотехнологичным прогнозам мы лазить не будем, так как большая часть нашего удовольствия имеет прямые границы. А это несколько тысяч километров, если говорить о СССР. Там Фиолетово, да и нам тоже. Потому что в Магнитогорске есть электросила. Это, наверное, будет для вас неприятно, но тем не менее я пришел и посмотрел. Мне всегда говорят, что ценники высокие. Да, у нас высокие ценники. Почему непонятно? Дело в том, что как бы, ну, ну да ладно, почему непонятная тоже тема не сегодняшней нашей беседы. Но когда мы говорим про ценники 18 рублей, вот они, 15 рублей, вот они, 20 рублей, вот они. Даже если что-то внезапно прыгнет куда-то ввысь, ценники, ну, немножко и не сильно поднимутся, уж поверьте мне. То есть, когда люди говорят, что работать с электросилой им хорошо, я 100% это дело поддерживаю. А тем не менее, мы еще раз вам обращаемся к ценникам. Ценникам, которые ниже 100 рублей. Ниже 100 рублей. Вы не понимаете, что есть такое место? Есть такое место, называется электросила. Здесь, наверное, Комсомольская, 17. Ниже 100 рублей, это замечательные провода. Они все ниже, чем 100 рублей за метр. Некоторые стоят вообще реальные копейки. И, в принципе, даже если с вашей проводкой что-то случится, невзирая ни на что, просто посмотрите все мои сюжеты, которые уже сделал в Ютьюбе. Прошлый мой сюжет не я говорил, а люди сказали, что это самые дешевые ценники. И так они и будут. Потому что здесь главное качественное правило. Люди не собираются на вас ценники приподнимать. Давайте мы сделаем идеальный вариант для вас. Вы придете, купите и будете и вы довольны, да и мы тоже. Про лампочки мы тоже будем говорить. Потому что в данном случае электросила работает в том числе и на перспективу. Сегодняшняя перспектива, что это? Сегодняшняя перспектива, это светодиодные лампы. Естественно, они кушают электричество, но в разы меньше, чем лампа накаливания. И, в принципе, вы можете, даже купив себе такую штучку, реально сэкономить на следующем месяце. Реально, понимаете? Или она будет кушать у вас электричество, или это. То есть, буквально она отрабатывает себе свою сумму ровно за месяц. Потом вы понимаете, о чем идет речь. Но про лампы светодиодные, это все хорошо и красиво. А вы думали, что не существует бактерицидных ламп? Так вот нет. Существуют и бактерицидные лампы. И вы теперь просто забыли про лампы накаливания как таковые. Все, что у вас есть, это светодиодные лампы. Что нам по сути необходимо, чтобы мы не напрягались. Мало того, наш город присыщен электроэнергией. Мы ее можем продавать. Была такая ситуация и поменялась. Магнитогорск, город Стали. Высокотехнологичный город, город уникум. К Стали привязывается все. Нужен будет пластик, прочнее Стали. У нас есть перспективные места. И честно, в районе Агаповки есть глубоко, правда, но нефть. Высокотехнологичный город у нас максимально обеспечен высокотехнологичными продуктами для работы с электричеством. И электросила тот самый вариант. Теперь же от себя. Люди вам показали, что ценники абсолютно не кусаются. И все, в принципе, нормально. Про себя я сейчас расскажу. Господа мои. Или товарищи, или друзья. Мне без разницы, кто. Главное, что горожане мои, жители города Магнитогорска и окрестности. То есть вы думаете, что здесь, в этой голове, все в порядке. Ну да, там все в порядке. Да, да, да. То есть были такие события, знаете, болезнь Зельцгеймера. Там еще много таких товарищей, у которых мозги просто вылетали. И как бы мозги вылетают всегда. Вопрос. Что вы делаете, когда у вас мозги вылетают? Я сейчас ничего не буду говорить, но люди поймут о том, какими словами я себя прихорашиваю, когда я что-то потеряю. Да, естественно, все это дело теряется. Естественно, рано или поздно я просто, ну хотя я точно знаю, что в моей коморке, где у меня там беспорядок, я точно знаю, где у меня все что-то лежит. Ну знаю. Но на худой конец, благодаря электросире, я знаю те вещи, которые реально у меня повторяются. Потому что, ну представляете, да, вот ты работаешь с паяльником, что-то куда-то пошел, вроде его выключил, а потом оказывается, что где-то твой паяльник. Ты его просто делом забыл. Я прекрасно понимаю, что рано или поздно он найдется. И поэтому я беру тебе другое паяль, купленное здесь же. Те же самые дела. В деревню мы приезжаем. У меня везде и всюду сейчас эти штуки под названием цешки. То есть, возможно, это случится, что я ее потеряю, но я сразу вспоминаю, что у меня в другом месте лежит эта цешка. И то, и другое я все равно найду. Но возникает вопрос, насколько все это дорого? Так вот, это вообще недорого. Потому что здесь делают все для людей, не для себя, а для вас. Для того, чтобы им было хорошо и вам красиво. Так вот, мимо этих вещей пройти просто не удастся. Часто ли у вас были вопросы о замере трубы? Для этого существовал штангер-циркуль. Просто отвратив, вернувшись лет на 10, где этот штангер-циркуль можно было бы купить? Ну, про 20 лет я вообще просто даже не понимаю. Тогда его найти-то было очень сложно. Сегодня сейчас, пожалуйста, электросила. Штангер-циркуль есть. Понимаете? Ну, естественно, не чтобы один, потому что он всего стоит 350 рублей. Чтобы не потерять, я их несколько себе купил. Естественно, существуют другие вещи. Как то, съемник изоляции, разный. Можно просто выдернуть, а можно сделать красиво. Та же самая есть. Нож монтерский с пяточкой электрический. Различные электропассатижи. О, это все здесь есть. Даже труборезы здесь есть. Неплохо, я считаю, что вполне неплохо, поднимаясь чуть выше. А это особенная вещь, интереснейшая вещь. Потому что довольно часто случается, что вы, допустим, не сможете, потому что у вас один, единственный, Т-образный, ну, крестовой отверточка. И все. Здесь этих отверточек очень много. Просто взяли, переставили. Они на магнитике, кстати, есть. Красиво, да замечательно просто. А часто ли у вас возникают проблемы, ну, допустим, если у вас круглогубцы? А, бывает такая ситуация. Сможете ли вы что-то откусить? Это все здесь есть. И все стоит реально небольших денег. Настолько небольших, что я вам гарантирую, что если бы вы были более-менее интересным человеком, вы бы просто пришли и посмотрели, что рано или поздно, даже если у вас небольшое количество денег. Тут бешеных денег не существует в природе. Просто есть небольшое количество. Так вот, придите и купите себе то, что вам нужно и нужно будет постоянно. И теперь вопрос о других вещах. Ну, вот, допустим, если вы занимаетесь ремонтом, если перед тем, как вы купили квартиру, вам сказали, что у вас замечательная проводка, она практически хорошая, красивая, но внезапно что-то делает, где-то подгорает. А, ну, сейчас, естественно, вы уже ключи получили, хозяин получил ваши деньги, наверное, куда-нибудь уехал. Это стандартное явление. Но она подгорает, и вы не понимаете, как ее найти. Во вопрос. Вот это, да, тема весьма интересная. Она же скрытая проводка сейчас вообще как бы. Раньше была открытая проводка, то есть можно было увидеть. Ну, допустим, здесь частично открытая проводка. Это нормальное помещение, потому что это, в принципе, помещение для продажи ваших вещей. И проводка должна быть открытой, чтобы вы видели. Ну, не дай бог, не дай бог это случится. Потому что здесь все нормально и ровно. Но если проводка скрытая, где бы вы смогли бы ее найти? Ну, возникает вопрос, как все это сделать? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? И вопрос решается достаточно просто. В электросиле на вокзальной пяте вы покупаете замечательный металлоискатель. Вот такой. А, а, и спокойненько, пройдясь рядышком с вашей стенкой, вы сразу увидите, где ваша проводка. Клевая штука. Клевая. Но когда и найдите еще где-то, не найдете. Другой вариант. Ну, в некотором смысле, это для тех, кто очень четко любит тонировать свои машины. Та-та-та-та-та. Вы иногда так затонируете машину, что потом вам приходится платить штраф. Я гарантирую, что лучше этого не делать. А для того, чтобы просмотреть, есть люксометр. Посмотрите внимательно снаружи и внизу. И в соответствии с кодексом, который вам рассказывает, сколько необходимо, вы спокойненько нужно вам и тонируете. Тоже, кстати, не сильно дорогое удовольствие. То бишь, обращаясь к тому, что здесь существует, я вам в 100% случаях говорю, пункт номер один, это не такие большие деньги. Пункт номер два, это деньги, которые каждый человек себе может позволить. И пункт номер три. Вы представляете, что рано или поздно, но возникают такие проблемы. Эти проблемы легко решаются, потому что есть электросила. И вот мы приехали сюда, на северо-запад, на вокзальную 5. Для того, чтобы вам показать, что необходимо. Необходимо первому любому и каждому. По одной простой причине. Я такой же человек, как и вы. Вы что думаете, что у меня не возникают проблем? Да у меня проблем очень-очень много. Но знаю о том, что мне необходимо использовать дополнительные вещи для работы с электричеством. Как-то цешки, как-то паяльники, как-то припои. Да и много таких вещей, о которых я бы знал и смог бы это дело рассказать. Но, к сожалению, в этой голове уже практически 49 лет. Поэтому я не всегда помню то, что вам нужно. Но я вам показываю то, что работая с электросилой, у меня не возникает вопросов. Даже если у меня цешка где-то блызнулась, я всю жизнь найду другую. Потому что я знаю, где она есть.